Ола, амигос, на связи Матвей. Все вы, наверное, уже слышали, что Эпики запустили новую программу поддержки авторов, которая так и называется «Программа поддержки авторов 2.0». И это означает, что авторы, делающие контент по Fortnite и не только, могут снова подавать заявки в Epic Games и, соответственно, получать свой тег автора. В общем, вчера, 30 ноября, как только я узнал об этой новости, я сразу перечитал все подобные статьи про новую поддержку авторов и решил поделиться этим с вами. Так что, ребят, если вам неохота читать вот столько много текста, предлагаю посмотреть сегодняшнее видео, в котором я расскажу, как получить свой тег автора в 2020-2021 году, что для этого нужно, как им пользоваться, ну и, соответственно, за что можно его лишиться. И все это без воды и в самых мельчайших подробностях. Да, ведь в обновленной программе поддержки авторов появилось много всяких новых правил и требований. Ладно, предлагаю побыстрее приступить к самой теме, ну а перед тем, как мы к ней переступим, если вы впервые на моем канале и если вы играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня, как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автора-модификар в вашем жде в магазине Fortnite. Найт, смело водите его и покупайте исключительно с ним. Тут как раз таки выходит скоро новый сезон, новый боевой пропуск, обязательно покупайте новый боевой пропуск именно с моим тегом. Также вы можете делать скверны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь после небольшой саморекламы приступим к сегодняшней теме. Во-первых, начнем с того, что в новой поддержке авторов вы можете подать заявку уже сегодня. Да, прием заявок начался 30 ноября. Вообще, давайте-ка вспомним, что такое программа поддержки авторов. Вообще, это очень интересная, инновационная поддержка авторов от Epic Games, которой я еще нигде до этого не наблюдал. То есть вы создаете свой тег автора, который ваши подписчики будут водить перед тем, как покупаешь что-то в ежедневном магазине Fortnite. Ну а также поддерживать автора можно при покупке любой игры из Epic Games Store. Просто при оформлении покупки игры вы должны указать поддержку автора и, соответственно, тег, кого вы хотите поддержать. Ну и также поддерживать автора можно при покупке Рокет Пасса в игре Рокет Лига. И зачем это нужно? Во-первых, это уникальная возможность поддерживать труды автора, которые вам нравятся. При этом вы с Аби ничего не теряете, то есть вы ему прямиком не донатите, ничего не делаете. Так сказать, Epic Games просто берет часть денег, которую выложили в игру, и эту часть отдает автору, которого вы поддерживаете. Соответственно, вы от этого ничего не теряете, то есть радуете себя какими-нибудь покупками, но и при этом поддерживаете своего любимого автора. Сейчас объясню, как это работает. Ну начнем с самой нашей любимой игры под названием Fortnite. 2000 потраченных вебаксов с каким-нибудь тегом будет равняться 1 доллару США. В Рокет Лиге, когда вы покупаете Рокет Пасс, 10% стоимости этого пасса уходит автору, если вы его поддерживаете. Но от любых других игр, купленных в Epic Games Store, автор получает от 5 до 35% стоимости игры. Процент прибыли автору от приобретенной вами игрой устанавливают сами разработчики игры. Минимум это может быть 5%, максимум 35%. Также хочу привести некоторые ремарки по отношению поддержки автора в Fortnite. Непосредственно кроме простых покупок предметов в ежедневном магазине Fortnite, автор также получает прибыль за покупку боевого пропуска с его тегом, во-вторых, за покупку платных наборов скинов, ну и в-третьих, автор также получает прибыль, если вы дарите кому-то подарок из ежедневного магазина Fortnite, и также если вы дарите кому-то боевой пропуск. Ну а также при покупке уровней в БП. Ладно, с тем, как работает поддержка авторов от Epic Games, мы разобрались. Давайте я вам расскажу, как вообще можно получить свой тег автора. Ну, во-первых, вам должно быть больше 13 лет, исключение для Южной Кореи, там вам должно быть более 14 лет. Во-вторых, как и в предыдущей программе поддержки авторов, вы должны иметь не менее 1000 подписчиков в таких соцсетях, как YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram или ВК. И да, к счастью, это требование больше не распространяется на пользователей TikTok. В-третьих, если вы уже подали свою заявку и вам ее одобрили, вам надо будет создать свою учетную запись в платежной системе HyperWallet. И да, прибыль можно выводить только на аккаунты PayPal, на карту MasterCard, ну а также на карты Visa. То есть да, сразу половина школьников отпадает, потому что на Kiwi ты свои деньги никак не выведешь. Также ваш банковский счет, который вы будете указывать в платежной системе HyperWallet, должен принадлежать человеку старше 18 лет. То есть это можете быть, как и вы, если вам больше 18 лет, ну или ваши законные представители, например, ваши родители. Так, ладно, допустим, вы подали свою заявку на партнерство с Epic Games, вам ее одобрили, вызовели свой аккаунт в HyperWallet, что делать дальше. Далее Epic вам откроет специальную панель управления, где вы сможете мониторить ваш доход от тега автора, ну а также популярность вашего тега. Сейчас на примере рандомной панели управления чего-то тега автора я вам расскажу, какая часть за что отвечает. Именно так будет выглядеть новая обновленная панель управления вашего тега автора. Здесь будет название вашего тега, Здесь будет показываться график ваших новых пользователей тега за последний месяц. А здесь и сам график заработка за последний месяц. Стоит заметить, что статистика обновляется задержкой в сутки. Здесь будет показываться общая сумма денег, которую вы заработали за участие в программе поддержки авторов. А здесь будет показываться сумма вашего текущего непогашенного баланса. Только когда в этой графе будет больше 100 долларов, тогда вы сможете вывести ваши деньги. Также прошу заметить, что в этой графе деньги будут обновляться с задержкой в месяц. То есть, сколько за последний месяц вы заработали, столько здесь и прибавится. И это несмотря на то, что графа общих заработанных денег будет обновляться у вас каждый день. А насчет данной графы с процентов я сказать точно не смогу. Это новая функция, которую добавили как раз-таки в поддержке авторов 2.0. Скорее всего, здесь показывается, сколько процентов вам осталось заработать, чтобы сделать первый вывод. А здесь вы можете настроить время, за которое хотите посмотреть свой доход. Также весь дополнительный доход с других игр, помимо Фортнайта, будет отображаться внизу под графиком. Всё, допустим, у вас уже есть свой тег автора. Вы знаете, что где находится в панели управления. И знаете, как с этого получать деньги. Что дальше? Ребят, это далеко не всё так гладко. Сейчас я вам поподробнее расскажу, за что вы можете лишиться своего тега автора. Да, ребят, это не только нарушение правил. Ну и также, при каких обстоятельствах вы его вообще получить не сможете. Ну, я уверен, 100% все, кто меня смотрит, это люди из стран СНГ. В принципе, во всех странах СНГ вы сможете получить свой тег автора. Почему я это говорю? Да потому что в предыдущей версии поддержки авторов, если вы являлись гражданином Беларуси, вы не могли зарегистрировать свой тег автора. Просто потому что акция на данную страну не распространялась. Теперь эпики это всё пофиксили, и вы можете получить тег автора практически в любой стране мира. Ну, во-первых, исключая страны, где подобные выплаты запрещены законом, например, Китайская Народная Республика. Ну и во-вторых, странах, являющимися прямыми врагами Соединённых Штатов Америки, такие как Иран и КНДР. Там ещё довольно-таки много арабских и африканских стран, в которых вы не можете получить свой тег автора, но давайте сейчас не об этом. Но больше всего меня удивил тот факт, что вы не можете получить свой тег автора, если ваш индекс распространяется на территорию Крыма. Да, объяснения, почему так вышло, думаю, являются лишними, потому что все мы знаем про данный конфликт Украины и России в 2014 году. Ну а также мы все знаем прекрасно позицию США в данном конфликте. Ладно, давайте теперь поговорим, за что вас могут лишить тег автора. Если на страничке в соцсети, где зареган ваш тег автора, вы, во-первых, публикуете запрещенный контент, думаю, вы все прекрасно понимаете, что за запрещенный контент, в любом случае, можете посмотреть в интернете, там есть много критерий. Во-вторых, если вы публикуете контент, запрещенный конкретно в Фортнайте, а именно, это игра с щитами, продажа аккаунтов, ну а также покупка подарков в ежедневном магазине игры. Да, если вы не знали, реально существуют организации, в которых вы можете купить за реальные деньги подарки предметов из ежедневного магазина Фортнайт. Ну и напоследок, ваш тег автора могут отобрать, если вы в своей соцсети рекламируете какие-то мошеннические проекты или казино. Это все, что касается по поводу запрещенки, за которые могут отобрать тег автора. Но тег автора могут также отобрать не только за это. Если вы зарегистрировали свой тег автора, и за год на вашем теге будет доход менее 100 долларов, у вас его отберут. При этом тег автора отберут без возможности еще когда-либо его создать. Так что все школьники, которые набрали 1000 подписчиков взаимными подписками в инстаграм, ребят, 300 раз подумайте перед тем, как регистрировать свой тег автора. Возможно, вы просто не заработаете 100 долларов за целый год, и у вас его отберут раз и навсегда. Вообще, у меня есть много мыслей по поводу тега автора, как сложно на нем зарабатывать, какие у вас появляются проблемы. Так что, ребят, если на этом видео соберется 200 лайков, я выпущу отдельное видео, в котором я расскажу. Все плюсы, минусы, сложности в программе поддержки авторов от Epic Games. Ну а пока что это все, что нужно знать про поддержку авторов от Epic Games. Также в описании я оставлю ссылки на все статьи про поддержку авторов с официального сайта Epic. При желании можете сами все посмотреть, убедиться, что я ничего лишнего не сказал и ничего не забыл сказать. Если у вас возникли отдельные вопросы по поводу программы поддержки авторов, можете их смело сдавать в личных сообщениях нашей ВК-группы. Я обязательно все прочитаю и отвечу как можно скорее. Ну а вам огромное спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Если вы досмотрели до этого момента, то пишите в комментариях в разу «Лучший тега автора Мотивкар». Да-да, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго. Фух, блин, я написал шесть.